Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Мы сегодня с вами продолжим тему нашего разума и, собственно, тему управления и программирования нашей жизни. Потому что, как вы знаете, сейчас я полностью занимаюсь марафоном «Рерайтер жизни», цель которого очень простая – научить вас, научиться самой, научить вас программировать свою жизнь. Так как через наши мысли, которые являются реально действующей силой, мы можем изменять свою реальность. И если раньше мы считали с вами, и вообще не то, что раньше, вообще в мире обычно мы привыкли влиять на свою реальность через реальные действия в контексте того, что мы физически что-то совершаем, то сейчас уже абсолютно точно, доказанно, знаю, и в моей жизни это работает, а также в жизни моих многих рерайтовцев, то, что именно с помощью наших мыслей мы можем управлять своей жизнью. Потому что те мысли, которые у нас есть с вами ежедневно, те мысли, которые находятся у нас уже долгое время, и сейчас в нашем подсознательном уровне находятся как убеждения, мы на этом и базируем свою жизнь. И в зависимости от того, какие у нас есть убеждения, мы подбираем себе то, что подтверждает их, то, что их доказывает, и, соответственно, таким образом и формируются наши реальности. Если для вас Porsche Cayenne, хорошая жизнь, квартира, путешествия, дома, и вообще счастье, это все кажется недостижимым, все кажется, что так не бывает, то, соответственно, ваша система убеждений, ваша раса, ретикулярно активирующая система, которая есть в нашей голове, постоянно находит этому оправдание, подтверждение, и вы превращаетесь в достаточно злого, агрессивного человека, или, может быть, вообще безэмоционального человека, который находится на уровне так называемого выживания. А сегодня я хочу рассказать вам такую интересную мысль, которую когда-то сказал один философ, и которая, по сути, подтверждена уже неоднократно, и сегодня я хотела бы вам ее расшифровать, что каждая наша новая жизнь – это наш новый разум. Что это означает? Означает это следующее. Вспомните свою жизнь лет 10 назад. Попытайтесь вспомнить, что там происходило, где вы жили, с кем вы встречались, может быть, чем вы занимались, если мы даже сейчас с вами, вот мне 36, и если, например, я вернусь в свою жизнь на 20 лет назад, когда я закончила школу, у меня были какие-то первые романтические отношения, такие встречания, первое сожительство, то я могу точно сказать, что это была другая Оля. Я неоднократно рассказывала истории о том, что у меня был длительный период отношения с парнем, с которым я каждый день плакала, который постоянно каким-то образом меня унижал, а я позволяла это делать. Я была постоянной жертвой, достаточно неуверенной в себе, я очень боялась его потерять, я делала все, что он говорил, и, в общем, мне казалось, что вот ради него я готова на все. Сейчас, вспоминая эту историю, мне даже с трудом верится, что, во-первых, это было, а, во-вторых, даже не то, что там он был, и у нас были какие-то там такие отношения. Я не понимаю вообще, чем я думала, я ли это была, потому что сегодняшнее мое понимание вообще жизни, отношений, состояние мое внутреннее, оно даже не может допустить и понять, как это могло быть даже с кем-то, не говоря уже о себе. Но это было. И вопрос не в том, что это было просто много лет назад, вопрос в том, что это была другая девочка, у нее были другие убеждения. У меня мои убеждения были, строились на том, что, ну, наверное, так все живут, что идеальных отношений не бывает, что это не самый плохой вариант, зато не бьет, зато у него есть квартира там где-то маленькая на массиве, но зато есть вот и на... Ну, то есть вот какие-то совершенно другие вещи были в моей голове. Например, когда я познакомилась со своим супругом, и он со мной в том числе, это было 12 лет назад, мы тоже были другими людьми, у меня тоже были несколько другие ценности, другое понимание жизни. Я по-другому на все смотрела. Я, например, не считала, что вообще бизнес женщине нужен для того, чтобы зарабатывать деньги. А сейчас я считаю, что бизнес в принципе без денег, нет смысла тратить на него время. Ну, то есть это не бизнес, если он не приносит деньги. И вот есть очень много моментов, возвращаясь в которые, вы никак не можете понять, как это могло с вами быть. Так вот это как раз и подтверждает ту самую фразу, что когда мы с вами меняем свои мысли, меняется наш мозг, меняется и наша жизнь. Потому что наша жизнь состоит из набора убеждений, которые у нас есть, определенные. Убеждения формируются у нас с нашим опытом и тем окружением, и теми ситуациями, обстоятельствами, в которых мы находимся с вами. То есть если у нас реально все время тяжело зарабатываются деньги, наши родители были обычные люди, мы все время слышали тяжелые разговоры о заработке, мы знали, возможно, какие-то истории, где люди зарабатывали деньги, и потом их сажали в тюрьму, или родители всячески вот эту как-то тему обсуждали, то мы, соответственно, и сформировали свои убеждения вот таким образом. Для нас вот эти люди, которые путешествуют, сидят за рулем дорогих тачек, почему очень многие мужчины, например, да и женщины, но мужчины больше, пишут мне очень агрессивные комментарии на видео, видео у меня в машине, да, дорогой, и пишут очень злые комментарии. Почему? Да потому что в их голове не укладывается то, что может быть женщина умная, то, что может быть женщина зарабатывать деньги своими мозгами, и не какими-то другими частями тела, при этом, ну, неважно, кто-то считает меня страшной, кто-то еще, я себя считаю весьма привлекательной девушкой, и, соответственно, у людей эти вещи не умещаются в голове, потому что если ты симпатичная, и ты за рулем дорогой тачки, то ты априори не могла на нее заработать. Это убеждение, и человек все время ищет этому доказательства. Человек живет как будто бы для того, не чтобы за своей жизнью следить, а чтобы находить доказательства, что все вокруг козлы, и это очень грустная история. И вот в тот момент, когда мы решаем измениться, а, как правило, это происходит когда? Когда-либо мы разрываем какие-то отношения, когда мы, вот смотрите, происходит такое, что мы все время находимся в каком-то неком кругу одинаковых действий, а потом что-то происходит. Происходит то, что мы принимаем решение разорвать отношения, или происходит, не дай бог, какая-то болезнь, или мы вдруг переезжаем, или нас увольняют с работы, или распадается наш бизнес. То есть происходит, мы выпадаем из вот этого постоянства, просто выпадаем, все, доходим до дна, или что-то экстраординарное происходит в нашей жизни. Мы выпадаем, и тогда мы вынуждены действовать как-то по-другому. Нам необходимо это, вот знаете, как одежда. Ты ходишь все время в одной одежде, в одной одежде, у тебя нет другой одежды, и потом она раз и износилась до дыры, тебе нужно зайти в магазин. И тут у тебя есть выбор, у тебя появляется выбор, что купить. Уже не из шкафа взять то, что есть, а купить в магазине. Ты можешь купить то же самое, что у тебя было, а можешь купить что-то другое. Если ты покупаешь что-то другое, у тебя что-то меняется дальше. Вот, соответственно, в жизни происходит точно так же. И когда мы с вами, у нас что-то происходит, и мы раз, и начинаем делать по-другому. И у нас начинают создаваться новые убеждения, новый какой-то круг, новая парадигма. И по факту успешные люди, это люди, которые просто думают иначе. Потому что наши мысли притягивают ситуации и обстоятельства, которые с нами происходят. Вот и все. И для того, чтобы получить нам новую жизнь, нам нужно попросту начать думать по-другому. Большинство людей вообще не привыкли, что жизнь строится не так, как она, знаете, течет и ты плывешь. А что можно выйти из лодки, перенести лодку, пойти посмотреть на соседнюю какую-нибудь там речку, а там океан, а там построить корабль, а там поставить себе цель, значит, пять лодок собрать и построить что-то другое. Большинство людей в жизни сели вот эту лодку и плывут. И вот оно плывется, стало тут болото, постою в болоте, потом опять вообще не хотят, не знают и упорно не слышат, что можно по-другому. Но те люди, которые привыкли повышать себе планки, те люди, которые постоянно чего-то хотят, те люди, для которых очень важно это движение, они как раз и попадают в очень разные ситуации. Это как раз те люди, чья жизнь меняется. И причем она меняется по-разному. Вы же замечаете, что и успешных людей есть успешная, неуспешная, провал, взлет, там заработал, там не заработал, там то, там все. Даже посмотрите на политиков Украины, которые умудрились в тюрьме сидеть, потом опять возвращаться в парламент, садиться, потом идти на предвыборные кампании, да, там хотеть быть президентами. Вот. Это люди, которые не привыкли и не хотят сидеть. Они находятся в движухе, и каждый раз у них создается новая реальность и новая жизнь. Поэтому, если вам что-то не нравится в вашей жизни, если вы понимаете, что вы застоялись, если вы понимаете, что то, куда идет ваше русло, реки, вам вообще не нравится, сидеть и ждать, что что-то изменится, так как нам привыкли об этом говорить, самое тупое, что вы можете сделать, уж простите, пожалуйста, меня за это слово. Это действительно так. Понимая и зная сейчас, что вы в состоянии, с помощью мыслей, человек что говорит, ну меня не берут на другую работу, ну меня, да, блядь, тебя не могут никуда взять, тебе надо мозг свой поменять, тебе нужно осознать, что ты сам отвечаешь за это. И пока ты не изменишь мысль и программы, пока у тебя куча твоих ограничивающих убеждений, ты же тебя никто не возьмет на работу, потому что в стране все плохо, потому что ты никогда еще не поменяешь. Нужно перепрошить мозг. Наш мозг абсолютно программируемая программа, как компьютер. Вы можете поставить Windows 10, Windows 12 или что угодно, но вы должны это сделать. И я хочу, чтобы вы в очередной раз об этом узнали. Это то, чем занимаюсь я, то, чему сейчас я решила посвятить свою жизнь, то, с чем я работаю с рерайтовцами. Это крайне интересно, это очень увлекательно, тем более, когда мы начинаем замечать наши первые изменения, когда мы начинаем осознанно контролировать то, что происходит, когда мы начинаем видеть свои собственные ограничивающие убеждения, которые не позволяют нам двигаться. И когда мы день за днем начинаем впечатывать в свой мозг новые программы, которые затем, как будто бы мы сеем что-то в землю, начинают прорастать и начинают превращаться уже в плоды. Это супер круто. Я надеюсь, что для кого-то это будет ценным. Совсем скоро у меня стартует новый поток. Я напоминаю, что рерайтер жизни стартует каждый месяц, 1-го числа, 1-го июня, вот сейчас я записываю это видео, 1-го июня у нас стартует новый поток. Найдите для себя возможность, при условии, что вы действительно понимаете, что было бы круто научиться это делать, это действительно мне откликается. Просто я ленив, просто я никак не могу. Нет ничего главнее и важнее в жизни, чем вы сами. Не откладывайте себя на потом. Отложите на потом все, что угодно. Не откладывайте себя на потом. Жизнь прекрасная, жизнь потрясающая, у нее столько возможностей, и каждый из нас может получить все. Я сейчас не просто это знаю, я в этом абсолютно убеждена. Приходите, напишите новую книгу своей жизни и научитесь программировать свое подсознание, и вы увидите, что в этой жизни ничего невозможного для вас нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!